С каждым днем в Российской Федерации растет популярность кредитных карт-расрочек, и поэтому большинство крупных банков стараются выпустить свою лучшую. Сейчас самые популярные карты-расрочки это «Халва от Совкомбанка», «Совесть от Киви Банка», «Вместо денег от Альфа Банк» и карта-расрочки «Хоум Кредит Бэнк». Последняя была создана не так давно, из-за чего имеет некоторые преимущества перед своими основными конкурентами. Анонсировали карту-расрочки «Свобода от Хоум Кредит Бэнк» еще в мае 2017 года, но выпущена она была только во второй половине этого же года. Главное ее преимущество перед другими картами – это возможность пользоваться рассрочкой в абсолютно любых магазинах, независимо от того, являются они партнерами банка или нет. Данная карта работает при оплате в любых офлайн- и онлайн-магазинах, так же, как и обычная. Карта не требует дополнительных договоров с магазинами или предоставления каких-либо документов. Помимо того, что карта от «Хоум Кредит Бэнк» универсальна для оплаты в абсолютно всех магазинах. Также универсален срок рассрочки, он длится два месяца, но при покупке в партнерах банка срок увеличивается до 12 месяцев. Во всех случаях сумма покупки будет делиться на равные части, которые вносит клиент каждый месяц без процентов, что также является особенностью данной карты. В этом разделе мы подробно рассмотрим тарифы и условия карты рассрочки «Свобода», а также узнаем про действия, на которые не распространяется рассрочка карты «Хоум Кредит». Кредитный лимит индивидуален и может быть от 10 тысяч до 300 тысяч рублей. Процентная ставка на рассрочку равна 0%, но если просрочить платеж, то она будет составлять 29,9% в год. Первоначального взноса нет. Период рассрочки в обычных магазинах – два месяца после 26 апреля 2018 года у партнеров банка до первого года. Первый выпуск карты, а также перевыпуск после истечения срока в пять лет бесплатен. В случае порчи карты или утери перевыпуск будет стоить 200 рублей. Бесплатное годовое обслуживание, а также такие услуги, как СМС-оповещение, мобильный банк и интернет-банк, выписки по счету, смена пин-кода, блокировка и разблокировка. СМС-уведомления по счету будут стоить 99 рублей, но бесплатными остаются уведомления о погашении долга. Невозможно снятие с карты наличных. Внесение наличных производится без комиссии. Также у данной карты предусмотрены действия, на которые не распространяется рассрочка. Оплата лотерейных билетов. Перечисление средств на различные интернет-кошельки. Трата средств на облигации. Покупка драгоценных металлов. Произведение оплаты в казино и похожих заведениях. Итак, при покупке товара в рассрочку стоимость делится на две равные части, которые в течение двух месяцев выплачиваются без процентов. Озвучено Яндекс Спичкит. С суммой платежей по условиям рассрочки все ясно, но встает вопрос о времени, когда надо платить. Карта рассрочки банка Home Credit имеет два периода. Первый период платежный, длится месяц после покупки карты. По окончанию месяца наступает второй период расчетный, в течение которого пользователь должен внести очередной платеж по рассрочке. Длится он на протяжении 20 дней. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Но если владелец постоянно прибегает к использованию карты рассрочки, то к началу нового расчетного периода все траты суммируются и делятся на две части. Пусть снятие наличных и не предусмотрено банком, но внести платежи на карту можно самыми различными способами. В офисах данного банка средства зачислятся через два дня. Переводом с карты другого банка по номеру карты, деньги сразу поступят на счет, но не более 75 тысяч рублей. Через отделение почты, зачисление произойдет через два дня на сумму не более 500 тысяч рублей. Через интернет-банк с другой карты этого же банка или любого другого, но перевести можно не более 500 тысяч рублей. Внесение наличных через сам банк и его приложение бесплатно. В общем, карту рассрочки можно погасить стандартными способами для банковских продуктов от Home Credit Bank. Для получения существует два способа, почти не отличающихся по времени. Первый. Оставить заявку на официальном сайте, получить почти моментальное решение менеджера, SMS-оповещение или звонок, затем посетить офис банка для подписания договора. Второй способ. Оставить заявку менеджеру напрямую в отделении банка. Но в обоих случаях можно получить карту в этот же день, правда неименную. Также можно заказать именную и получить ее через несколько дней. В свою очередь от заемщика банк также требует некоторые условия. Гражданство РФ. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Регистрация в регионе, в котором обязательно есть отделение банка. Возрастное ограничение от 18 до 64 лет. Постоянный доход, дольше трех месяцев на текущем месте работы. Также для подачи заявки потребуются некоторые документы. Их список очень короткий и легко запоминающийся. Паспорт РФ. Дополнительный документ, удостоверяющий личность. Карту рассрочки от Home Credit Bank получить легко и можно всего час, имея при себе только паспорт и любой другой документ, доказывающий вашу личность. Плюсами карты рассрочки Home Credit можно назвать Предоставление беспроцентной рассрочки Использование абсолютно во всех магазинах, где возможна оплата картой Бесплатное оформление и почти все обслуживание Получение карты с 18 лет, без предоставления кредитной истории Относительная легкость получения Возможность погасить задолженность в любой удобный для клиента момент, не переплачивая Бесплатное пополнение Гибкость системы погашения Принятие карты по всему миру Карта имеет встроенный чип PayWave Так же как и плюсы, данная карта рассрочки имеет и определенные минусы Невозможность снять наличные с карты Лимит определяется индивидуально зависимо от заработной платы Высокий процент в случае нарушения сроков Невозможность подключить карту к Android Pay и Samsung Pay Преимущества данной карты превышают ее недостатки Что объяснимо сравнительной молодостью карты рассрочки от Home Credit Bank Из-за чего в рассрочке нет некоторых недостатков своих предшественниц от других банков Главными конкурентами карты рассрочки от Home Credit Bank являются карты Халва и Совесть И у данной карты есть одно конкретное преимущество перед конкурентами Оплата в любом магазине, где можно оплачивать банковской картой Озвучена Яндекс Спичкит Так же есть и недостаток сравнительно с конкурентами маленький лимит Карта банка Свобода Home Credit ставит нежестокие возрастные рамки И не требует богатой кредитной истории, что часто является превосходством Но при этом лимит карты сильно зависит от постоянного дохода клиента У данной карты есть как плюсы, так и минусы И решение о ее приобретении принимать только клиентам Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока